Оборот организации увеличится в два раза и достигнет 105 миллиардов рублей. А уровень безработицы в Невсекамске уменьшится до 0,7. Такой прогноз ожидается к 2030 году. Проект «Стратегия социально-экономического развития городского округа» представил исполняющие обязанности начальника отдела экономики. Ильдар Имамов отметил, что документ предусматривает 22 направления и утверждён в профильных ведомствах региона. Все показатели, которые мы запланировали, конечно, они вписываются в те национальные идеи, национальные направления развития и имеют тенденции роста. Для того, чтобы вообще в целом мы тут показали только основные показатели, которые влияют в целом на город. Но мы анализируем в нашей стратегии 105 целевых ориентиров, по которым мы будем оценивать и, конечно, контролировать ход развития города. От долгосрочных планов к ситуации по летнему отдыху детей перешёл руководитель управления образованием. Рустам Гафоров доложил, что в июне будет работать 18 центров дневного пребывания, 21 профильные и 18 трудовых лагерей. Кроме того, летом будут организованы дворовые площадки для досуга нефтекамских ребят. Центры дневного пребывания детей начнут работать с 1 июня 2019 года. Продолжительность в центрах дневного пребывания составит 21 день. Начало смены в центрах дневным пребыванием с 5 июня 2019 года. Продолжительность составит 11 дней. Выходные субботы и воскресенье. Проверка готовности оздоровительных и образовательных учреждений осуществляется по утвержденному графику с 14 по 28 мая 2019 года. Однако у депутатов возникли вопросы по временному трудоустройству подростков в летний период. Дело в том, что в этом году Министерство финансов региона решило не выделять денег. По мнению народных избранников, муниципалитет может организовать трудоустройство детей во взаимодействии с местными предприятиями. Поэтому проект был дополнен. Рекомендовать администрацию городского округа в городе Микитаус более тесное взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности по выручу оплаты занятости, отдыха и оздоровления детей. И не просто оплата занятости, отдыха и контроля. Впервые на Совете городского округа был заслушан доклад о работе единой дежурно-диспетчерской службы. Она занимается сбором и обменом информации о чрезвычайных ситуациях с 1999 года и сегодня насчитывает 10 сотрудников. Базируется ЕДДС в Управлении гражданской защиты и активно осваивает систему 112. Сейчас в республике телефон 112, он един, и всё поступает в Центр обработки вызов республики, который мгновенно передислоцируется необходимым службам, в том числе ЕДДС. Если это вопрос пожарной охраны, эта информация уходит. ЕДДС 01, 02, 03, и они одновременно выезжают. Также депутаты поддержали проекты, представленные финансовым управлением, об исполнении бюджета за 2018 и плановый период 2020 и 2021 годов. Часть вопросов носила информационный характер и была принята депутатами к сведению.